Здравствуйте! Это программа «Актуально» и я, Надежда Дивидова. Осень и зима – это время, когда многие люди сталкиваются с простудными заболеваниями. Как не заболеть и как лечиться, сегодня нам расскажет заместитель главного врача Волокосской городской детской поликлиники Шеремет Людмила Николаевна. Людмила Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, почему именно в холодное время года люди чаще болеют простудными заболеваниями? Здесь несколько причин этому есть. Потому что, во-первых, в холодное время года активизируются всевирусные, вирусы и бактерии, которые у нас в природе существуют. В то же время при переохлаждении снижается иммунитет у ребенка. Различные факторы могут этому способствовать и в том числе, например, и питание, и закаливающие какие-то моменты. И, в общем-то, когда такая скучность населения, все в основном-то в холодное время года находятся либо в магазинах посещают, либо какие-то развлекательные мероприятия, или они концентрируются в школе, в детском саду. То есть скучность тоже способствует отразить вот это вот заболевание инфекционного. Либо это ОРВЕ, либо это ОРЗ, либо это ГРИП. А кто чаще всего болеет? Чаще всего подвержены заболеваниям? Конечно же, детки. Дети раннего возраста. Основная группа риска – это дети до 5-летнего возраста. Но если из них выделить более такие подверженные, это дети первых двух лет жизни. Это контингент, который наиболее восприимчив к этим заболеваниям инфекционным. И более опасно, более сложные переносят. И более опасно для них в плане развития осложнений. Расскажите, пожалуйста, вообще, как можно заразиться простудным заболеванием? В общем-то, заразиться можно где угодно. Но все, наверное, известно о том, что эти инфекционные заболевания переносятся воздушно-капельным путем. Ну, есть путь передачи еще и контактный. Но самый основной путь – это воздушно-капельный путь. То есть при общении с больным человеком происходит разбрызгивание этого вируса со слюной. При кашле, при чихании, даже при разговоре это может произойти. И поэтому человек, который, скажем, не совсем готов к такой встрече, у него нет иммунитета специфического, либо не специфического, в общем-то, он может заболеть. Какие первые симптомы заболевания? Первые симптомы, ну, как правило, это чаще всего повышение температуры, недомогание, головная боль, в зависимости от того, какой вирус поразил человека. От этого зависит и клиника. Если мы говорим про гриппостную инфекцию, про грипп, то здесь, конечно же, высокая температура, она высокая, 38 и выше температура. Может быть, отставать катаральные, вот эти все явления, кашель, чихание, они в первые дни могут не появиться. Вот, сначала интоксикация, как правило, это бывает так всегда, а уже потом присоединяется кашель. Основной, потому что орган приложения, трахея, чаще всего такой заднящий, кашель у сильных детей. Ну, головная боль, все остальные симптомы, наверное, все их знают. А как вообще вот отличить, вот чёткая грань есть между ОРВИ и гриппом? Вот многие путают, наверное, эти дни. Ну, дело-то в том, что у ОРВИ у нас огромное количество вирусов, наверное, более чем 300, которые могут вызывать инфекцию. Есть ещё у нас так называемые остеориспираторные заболевания, те, которые могут вызываться и бактериями, в том числе и всякими мемококами, микоплазмами и другими инфекционными агентами. Но чтобы разграничить их 100%, конечно, для этого уже лабораторная диагностика. В основном мы на это, конечно же, опираемся. Но клинические проявления тоже мы учитываем, потому что, как правило, грипп, он отличается более тяжёлым, агрессивным в течении, как обычной ОРЗИ. Потому что если ребёнок заболевает вирусной инфекцией обычной, то, как правило, здесь и недомогание не так выражено, может быть, температура кратковременная, которая, скажем, в течение одного-двух дней она проходит. И самочувствие пациентов не страдает очень серьёзно. При гриппе мы видим, когда все симптомы нарастают очень сильно. В каких случаях вообще стоит сразу гибель забежать к врачу? Ну, вообще, когда речь идёт о детях, то, как правило, мы всегда говорим нашим пациентам, что самолечение крайне опасно, и при возникновении заболевания вы должны обратиться к медработнику обязательно. Вообще, какие способы лечения существуют? Может быть, народные методы есть? Ну, мы сегодня не говорим о препаратах лекарственных, в общем-то, и о народных методах лечения. По поводу этого момента скажу так, что, в общем-то, у нас есть препараты профилактические, у нас есть наработки о методах неспектической профилактики, поэтому народные лечения я и, в общем-то, мои коллеги мы не принимаем для себя, потому что, в общем-то, пациенты могут лечиться всем, чем угодно, сами, не обращаясь к доктору. И сейчас ведь все грамотные, читают интернет, в общем-то, читают много литературы, считают, что лечиться могут все самостоятельно, и это может привести к осложнениям. Самое-то опасное, мы чего боимся при развитии вирусных инфекций, в частности, гриппа, это развитие осложнений. Когда человек занимается самолечением, используя народные средства, то, в общем-то, он не контролирует ситуацию. И здесь диагностика, конечно же, никакой нет диагностики этого заболевания. И когда формируются осложнения, то здесь уже бывает, иногда даже поздно. А о каких осложнениях идет речь? Чаще всего это атиты, синуситы, но самое грузное осложнение, которое при гриппе, мы его всегда боимся, это пневмония. Вирусная пневмония – очень тяжелое заболевание. Но, как правило, чисто вирусная пневмония мы видим, к счастью, крайне редко. А вирусы бактериальные – часто и бактериальные. Как вообще можно, какую профилактику дома проводить, чтобы не заболеть? Профилактика. Ну, во-первых, начинать все, конечно, нужно заранее. Не сейчас, когда уже мы живем в предэпидемическом периоде, но, собственно говоря, сейчас тоже можно заниматься профилактикой. Но если мы хотим это делать основательно для своего ребенка, начинать нужно еще с лета, когда еще дети здоровы, когда можно, в общем-то, проводить и закаливающие процедуры, и воздушные ванны, и солнечные ванны. В общем-то, это все приветствуется. Но закаливание тоже нужно, конечно же, общаться с медработником, со своим участковым педиатром, потому что есть противопоказания, есть разные методики. И доктор определит для вашего ребенка, каким именно методом закаливания можно, значит, воспользоваться. Дальше, конечно же, это питание. То, что, в общем-то, каждый ребенок должен получать полноценное питание в соответствии с его возрастом. Это питание должно быть богатыми микроэлементами, витаминами. Тут, конечно же, и наша кладовая природная, использовать это все можно. Особенно те продукты, которые содержат витамин С, потому что это такой самый приветствуемый витамин при этой ситуации вирусных инфекций. Это капуста квашеная и не квашеная, это картофель, это перец, это наши самые любимые ягоды вологодские, и брусника, и клюква, пожалуйста, лимон, природные фитонциды, чеснок, лук. От этого тоже никто не уходил. Кстати, по поводу чеснока хочу сказать, что, конечно же, это приветствуется, чеснок, но нужно помнить о том, что это должен быть свежий чеснок, потому что многие родители используют эти вот кулоны с чесноком нарезанным, которые дети носят, их с утра до ночи, в общем-то, да, и когда уже не свежий чеснок, он ничего уже не выделяет, кроме запаха. То есть каждый день новый? Конечно, всё должно быть свежее. Ну, использовать пищу, конечно же, эти вот продукты питания. Также, конечно, ещё большое внимание нужно уделять температурному режиму. Вот о чём мы с вами уже говорили, что переохлаждение, оно оказывает тоже свою провоцирующую роль. Поэтому ребёнка нужно одеваться в соответственной погоде. По поводу прогулок ещё скажу, что, конечно же, гулять нужно обязательно. Вот детям любого возраста. Но когда у нас, если наступит эпидемический период, когда мы будем регистрировать заболевание, то, естественно, что эти прогулки должны быть индивидуальны в отдалении от скучного какого-то там, значит, контингента. То есть ребёнка не нужно водить с собой, никуда брать. Желательно ограничить как можно меньше контакты. Потому что чем больше контактов, тем выше риск заболевания. Если ребёнок непривитой и маленький ребёнок, иммунодефицитный ребёнок, то, конечно же, если встреча состоялась с гриппом, то заболеть у него процент очень большой появляется. Людмила Николаевна, спасибо большое, что Вы сегодня ответили на наши вопросы. Я надеюсь, что заболевших будет меньше. Я тоже на это надеюсь. Мы этого очень все ждём, что будет их немного. Потому что грипп – это страшное заболевание. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова